Привет дорогие друзья, зрители и подписчики! Добро пожаловать на канал Углук! Я абсолютно уверен, что вы незамедлительно поставите лайк, нажмете на колокол и подпишитесь на канал. Потому что сегодня особый день. Мы будем разбирать кампанию Китая по нашумевшей игре. Все видео по данной теме будут храниться в отдельном плейлисте. Так что заходите и смотрите. Все специально для вас. Как мы помним, глобальная армия освобождения навела очень большой шорох в Европе. Но на помощь к западу пришла бесстрашная, несокрушимая китайская армия. Теперь на Китае лежит ответственность за спасение мира от мирового терроризма. И у этих парней есть серьезный аргумент. Но обо всем по порядку. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. И помните, что все действия и персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реальными событиями или географическими названиями – абсолютная случайность. А перед началом ролика хочу вам порекомендовать бесплатный игровой сервер World of Warcraft у WoW. Сервер поддерживает следующие версии клиента – Гнев Короля Лича, Пандария и Легион. Игровые миры на любой вкус – Х1, Х5, Х30 и конечно же Х100. Начать играть на сервере очень просто. Заходите на сайт у WoW, ссылочку вы найдете в описании, переходите в раздел «Начать игру», регистрируйтесь и скачивайте клиент. Вас ждет адекватная, дружная комьюнити, незабываемые приключения, таинственные подземелья, а также отзывчивая служба поддержки, которая готова ринуться к вам на помощь по любому вопросу. У проекта имеется своя группа ВКонтакте, на которую вы можете подписаться, Дискорд, Телеграм и канал на Ютубе, где собраны самые захватывающие моменты. Ссылочку на проект у WoW я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и врывайтесь в увлекательный мир Варкрафта. Неподалеку от города Штутгарт в Германии китайцы смогли построить базу. Именно с нее мы начнем операцию под кодовым названием «Разъяренный дракон». Нам необходимо провести зачистку этой местности от сил Гау. Проще говоря, уничтожить всех врагов. Прежде чем отправиться громить террористов, мы обустроим для наших позиций оборону. Поставим турели и бункеры, а после этого пехотой можно разведать окрестности. Заодно захватим стационарную пушку, которая будет охранять наши рубежи. Первоначально казалось, что все спокойно, и мы решили зайти в город. Вот тут нас ждали неприятности. Улицы оккупировали террористы, а некоторые городские здания были заняты вражескими солдатами. Ситуация неприятная, но не смертельная. Пора вывозить нашу технику на передовую. На юге от города мы обнаружили разбитую американскую базу. Ее состояние было плачевное. Чтобы американское добро не пропадало, мы захватили уцелевшее здание и направили туда бригаду бульдозеров для ремонтных работ. «Я все создаю только для Китая». Вскоре наши танки зашли в город и праведным огнем начали выжигать противника из укреплений. И никакие мины не смогли сдержать нашу ярость. Китайские войны преисполнились духом, а праведный огонь нес возмездие на головы всем террористам на этой земле. В итоге вся инфраструктура глобальной армии освобождения была уничтожена. Первые шаги по освобождению Европы были проделаны. Телевизионные каналы запестрили радостными новостями. Но не все так просто. Террористы каким-то образом пробрались в самое сердце Китая. Они намерены уничтожить реактор и склады ядерного вооружения. Словно саранча, неистовой волной со всех сторон сюда начали стекаться силы Гао. Не жалея свою жизнь, фанатично, без колебаний, они бежали на наши пулеметы. В этой суматохе и хаосе нам необходимо сдерживать натиск. Командование обещает, что через 12 минут к нам прибудет подкрепление. Занимаем круговую оборону. Против вражеской пехоты эффективно справлялись огненные танки, а также крупнокалиберные пулеметы. Благодаря стойкости и мужеству наших бойцов мы не позволили противнику уничтожить ядерный потенциал Китая. А спустя 12 минут в небе послышался звук лопастей. К нам прибыли легендарные вертолеты Хеликсы. Они же Улитки. Благодаря такой поддержке мы перешли в контрнаступление. Словно кара небесная, Улитки обрушились на базы террористов. Вся вражеская техника, оборона и строение были стерты с лица земли. А с небес громом звучала только одна фраза. В ходе боевых действий угроза с ядерного реактора была снята. А теперь снова вернемся в Европу. Город Кобург, Германия. Операция освобождения. В то время, когда мы отбивали атаки возле ядерных складов Китая, глобальная армия освобождения сумела понастроить памятников, которые негативно сказывались на немецком населении. Эти сооружения странным образом влияют на людей и пробуждают их сражаться на стороне Гао. Чтобы не допустить кровопролитной гражданской войны в Европе, нам поставили задачу снести эти памятники. Однако медлить нельзя, так как в обществе будут расти симпатии к террористам. Пока стоят эти проклятые изваяния, международное мнение к нам может измениться в негативную сторону. В нижнем левом углу по карте разворачиваем базу, ставим электростанции, казармы и создаем хакерскую ферму. На мой взгляд, самый надежный источник доходов. Никто и не заметит, что у них не хватает деньжат. В нашем распоряжении уже имеется неплохая танковая армия, поэтому смело ее берем и ведем в бой, где сразу встречаем сопротивление. Затем нам удалось ворваться в город и разрушить первый памятник. Весь город кишел солдатами Гао, всюду были натыканы их гнезда стингеров. Но наши танки справлялись, а мерзкие памятники разрушались. В общей сложности в ходе городских боев было разрушено все шесть из вояний террористов. Теперь матушка Европа может спать спокойно. Китайский воин бдит. Потерпев поражение в Германии, террористы были вынуждены бежать. Командование Китая приняло решение не дать противнику уйти. У нас появился шанс добить последние остатки Гао. Разведка доложила, что пути отступления террористов будут лежать через немецкий город Хальберштадт. Нам следует разгромить все отступающие колонны. Ни один террорист, ни один автомобиль или вражеский танк не должны проскочить. Ликвидировать нужно всех. С таким напутствием мы начинаем нашу нелегкую миссию. Первым делом следует захватить стационарные пушки на всякий случай. Как только враги начнут свое продвижение, разведка сообщит их маршрут. Тут-то мы их и будем встречать. А как только мы накопим много денег, то можем себе позволить воздушное звено, состоящее из легендарных вертолетов-улиток. О да, мы уже видели их ярость в действии. Даже в глазах начало рябить от их лопастей. Представьте, какой ужас испытывали в этот момент отступающие гаошники. В итоге все террористы так и остались в европейской земле. Однако нашлись и те, кто не спешил отступать. Последний очаг сопротивления глобальной армии освобождения принял решение пойти на крайние меры. Они даже умудрились захватить американскую базу, надеясь, что это им поможет. Последняя решающая битва произойдет на полях под Гамбургом. Противостояние ожидается быть серьезным. Поэтому сперва укрепим нашу оборону. По периметру расположим бункеры и турели. И не зря, так как вскоре нас пришли выносить. Между прочим, в рядах гао были замечены те самые вертолеты Каманчи. Завязался красивый эпичный бой. И тут как назло начались баги. Не знаю как у вас, но у меня в этой миссии все стало черное. Оборонять базу пришлось вслепую. К счастью, вскоре тьма рассеялась. Наша база уцелела. В честь этого не грех прибегнуть к старой проверенной тактике. Хакерская ферма. Начинаем майнить деньги на улитки. С помощью воздушных сил Китая мы освободили базу американцев. Но как освободили? Мы ее разгромили. Хотя иногда у некоторых это синоним. Даже можно не брезговать ядерным ударом. Также неподалеку мы обнаружили заброшенные томогавки. Быстро захватываем их, так как они помогут наносить удары по гнездам стингеров. И вот тут начинаем аккуратненько, методично щупать базу гао. Томогавками уничтожаем оборону, а улитками разрушаем все остальное. И конечно же не забываем про ядерку, которой славится Китай. Вот теперь можно с уверенностью сказать, мировое террористическое зло повержено. Как давно мы начинали нашу эпопею с парада в Китае, так мы ее и заканчиваем. Но в этот раз уже никто нам не помешает. На такой прекрасной ноте заканчивается повесть о генералах. Но не стоит огорчаться, так как есть еще игры по этой серии. И быть может, мы и до них доберемся. А теперь небольшой анонс для тех, кто смотрит видео до конца. Впереди нас ждет ролик про очень увлекательное приключение. Уверен, он вам очень понравится. Так что поддержите меня лайками, пишите комментарии и подписывайтесь. С вами был канал Углук. Берегите себя. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok